При обысках у полковника ФСБ Кирилла Черкалин и его бывших коллег изъяли рекордные 12 миллиардов рублей, пишет газета «Коммерсант» и «Росбалт». Сотрудник управления КАСС, службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин курировал борьбу с преступностью в банковской сфере. Что за деньги у него нашли? Подробности у Натальи Шашиной. Почти как у Захарченко. Снова наличные рубли, доллары, евро, а также драгоценности и элитные часы найдены в квартирах, которые использовались как банковские хранилища. И того, что уже обнаружено, хватит, чтобы побить рекорд полковника МВД. По данным «Росбалта» и газеты «Коммерсант», в денежном эквиваленте это 12 миллиардов рублей, а у Захарченко было 9. Адвокат полковника Кирилла Черкалина Сергей Карпухин информацию о найденных при обысках 12 миллиардах не подтвердил, но и не опроверг. Вот что он сказал моей коллеге Марии Локотецкой. Дело в том, что я дал подписку к следствию о неразглашении, поэтому я надеюсь, вы меня правильно поймете. Если я не буду комментировать. А позиция вашего подзащитного не признает он виновата? Не признает, да. Вчерашнее решение где-то еще будет обжаловано? Пока не знаю. Надо встретиться. Сначала получить решение надо. Не встречались еще с вашим подзащитным? Ну, а вы знаете, как в Лефортову попасть? Знаю. Очень тяжело. Да, да. Когда вы в последний раз видели, как он там вообще, как ему сидится? Вчера. Видимо, разговаривал. Какие-то просьбы у него были, там жалобы? Да у него все в порядке. Как если можно говорить, это слово применительно при ситуации, в которой он оказался. Нет, он ни на что не жалуется, он молодец. Так что это за деньги? По данным газеты «Коммерсант», следствие считает, что сотрудники ФСБ могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржа. Например, могли за вознаграждение предупреждать банкиров о предстоящих проверках и отзывах лицензий. Якобы в оперативных материалах фигурируют банки «Траст» и «Югра». С «Югрой» ситуация особенно любопытная. Крах этого банка в свое время стал беспрецедентным по масштабу. ЦБ говорил, что шесть раз обращался в правоохранительные органы по поводу акционеров и возможного вывода средств. Но реакции не было. Владелец «Югры» Алексей Хотин ни от кого не скрывался. И задержали его только спустя два года этой весной. По совпадению, почти одновременно возникли проблемы и у банковского отдела управления КСЭП ФСБ. Еще один момент остается туманным. Неужели история с Захарченко не поубавила желание хранить миллиарды кэша в квартирах? Правда, и других вариантов немного. Почему деньги, полученные незаконным путем, не так легко вывести на хранение за рубеж, объясняет руководитель налоговой практики International Tax Associates Рустам Вахитов. Средства, полученные незаконным путем, люди часто не пытаются даже размещать в западных банках в силу довольно жестких процедур комплайнс, объяснения происхождения средств, проверки бенефициаров. То есть, если люди что-то заработали незаконным путем, то им будет очень сложно объяснить, откуда у них эти деньги взялись с внутреннего комплайнс-менеджера западного банка. Интересно, что в случае с Черкалином ФСБ впервые в истории сама сообщила о задержании своего сотрудника. А пресса называла его знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны. Полковник вместе с подчиненными участвовал в расследовании десятков дел. Крупнейшим было дело банкира и бывшего сенатора Сергея Пугачева. Сейчас же, как пишут СМИ, в отношении всего банковского отдела проверки, а по их результатам, возможно, подразделение будет ликвидировано. У Захарченко из МВД появился конкурент. Полковника ФСБ Черкалина обвинили в получении взятки в 850 тысяч долларов. Следствие считает, что эти деньги Черкалин получил за общее покровительство одной из компаний. В его доме изъяли крупную сумму денег, драгоценности и коллекцию часов. Возможно, это второй Захарченко. Полковника ФСБ Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в 850 тысяч долларов. Это около 55 миллионов рублей. По мнению Московского окружного военного суда, эти деньги Черкалин получил за общее покровительство от одной из коммерческих фирм. Начальник одного из отделов Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин был задержан в апреле. Позднее он был отправлен под арест. В его доме и рабочем кабинете прошли обыски. Следователи изъяли крупную сумму денег, драгоценности и коллекцию часов. По словам источника ТАСС, не исключено, что Черкалин будет вторым Захарченко. Вместе с Черкалином были задержаны двое бывших сотрудников подразделения ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Они обвиняются в хищении почти полумиллиарда рублей. Но в подробностях дело Черкалина наш корреспондент Мария Локотецкая. Сегодня Московский окружной военный суд рассмотрел апелляцию полковника на его арест, в ходе которой стало известно, что пока Черкалину вменяется всего лишь один эпизод. Слушание проходило по видеоконференц-связи из Лефортова в зале, где судили убийц Бориса Менцова. Стало известно, что именно изменяется Черкалину. Речь идет о получении им с ноября 2013 по февраль 2015 года от некоего гражданина Назарова через посредника взятки на сумму 850 тысяч долларов США за общее покровительство. Я решил, что мероприщение было избрано обосновано. Таким образом, Цигуант останется под стражей до конца июня. Потерпевшими по СГО проходит известный бизнесмен Сергей Гляделкин, который в свое время усадил на скамью подсудимых бывшего вице-мэра столицы Александра Рябинина. Мой источник правоохранительных органов не исключает, что Кирилл Черкалин может стать третьим обвиняемым по их делу. Дело в том, что он фигурирует как один из участников преступной группы, которая провернула Афиорова, в результате которой предприниматель Гляделкин вынужден был отдать сотрудникам спецслужбы свою долю в коммерческой фирме. Мэрия Локотецкая. Кроме того, в середине апреля были арестованы двое следователей ФСБ, Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Они подозреваются в вымогательстве взятки в размере 65 миллионов рублей. Управление собственной безопасности службы не исключают новых уголовных дел.